добрый вечер здравствуйте 19.00 по киеву выхожу прямой эфир продолжая серию прекрасных эфиров с классными людьми специалистами от нашего клуба кураторов рекомендую вам обязательно подписываться дабы не пропускать ценную информацию каждый день мы выходим в эфире рассуждаем вещаем на разные темы и человек который следит присоединяется и активничает но конечно впитывает информацию применяют в жизни растет над собой в разы быстрее это такая короткая рекомендация короткое вступление сегодня мы с вами поговорим на достаточно интересную тему которой много кто уже сталкивался кто-то еще на пути к этому кто-то скептически относится кто-то пока только наблюдает но все хочет к этому подкрасться так или иначе будет интересно поэтому я с удовольствием разберу с точки зрения практика и инструктора данный вопрос сегодня мы поговорим о гвоздях гвоздестояние доски садку огненные доски по-разному их называют поделюсь личным опытом как к этому пришел мы в принципе готов будут ответить на ваши вопросы те кто к нам присоединяются пишите откуда вы смотрите страна-город традиционная перекличка потому что я знаю что вещаем на весь земной шар и люди которые притягиваются в наше поле люди кто живут абсолютно в разных странах мира лично я их насчитал около 12 на текущий момент люди которые активное обучение проходили либо интересуются либо точно знаю в каких географических координатах они прибывают вот такая луцик украина витаю вас ольга и так аж всех кто приедутся я буду на киевскому диалекте а джи украинскую мову поки шо вывчаю глядачи мою и тому киевский диалект зрозумеет больше людей контент сегодня будет цикавый практичную так владимир украина миста владимир привет а поставьте пожалуйста плюсики кто из вас практиковал либо пробовал стоять на гвоздях чтобы я понимал насколько подготовлена аудитория если вы не пробовали только слышали либо впервые сталкиваетесь поставьте минус я буду понимать на каком языке с вами говорить так пошли плюсы тут уже все опытные на мастера мастера окей будет интересно хорошо начну с истории как обычно в хронологическом порядке как гвозди появились моей жизни как стали неотъемленными их частью да когда-то четыре года назад так сказал когда-то как будто в прошлом столетии было я даже не слышал о таком явлении сейчас это мейнстрим сейчас очень много рекламы в инстаграме сейчас каждый там десятый человек пожалуй уже как-то с этим сталкивался уже рекламируют уже куча людей которые друг друга ставят уже смежные практики появились йога инструктора этим пользуются года четыре назад это еще не было таким мейнстримом и пожалуй это было экзотика я пришел в гости к своему другу я у него обучался некоторым практикам достаточно опытный человек в разных сферах ну зашел чисто пообщаться как к старшему товарищу спросить совета попить чай пообщаться на жизненные темы и он говорит сейчас будешь стоять на гвознях прямым текстом в лоб в смысле не понял да он говорит снимай носки становись на гвозди открывает две досточки с стоящими гвоздями острием вверх он говорит сейчас будешь стоять я на это все смотрю говорю а зачем это все ну он знает что я давно увлекаюсь бегом говорит ты бегаешь вообще тренируешься ну да бегаю тренируюсь вот считай что и побегаешь потому что по подсчетам каких-то там ученых одна минута стояния на гвоздях это равно километр бега то есть 10 минут постоял считай потренировался десятку потренировал вот сегодня говорит можешь там не бегать говорю ну не очень-то классное явление ну в любом случае чай будешь пить после того как постоишь на гвоздях буквально недели за три до этого я прошел такую практику холотропное дыхание может кто-то слышал мне было достаточно интересно тоже я люблю исследовать разные темы все пропускаю через себя прежде чем сделать какой-то вердикт об эффективности или неэффективности той или иной темы на холотропное дыхание у меня ушло два дня четыре сессии ну и каким-то образом я там повылазили внутренние зажимы блоки программы активно сработала психосоматика забегая вперед скажу что одной практике на гвоздях мне хватило чтобы это все точно также поднять вверх и пробудить те же симптомы которые я там активно надышал течение двух дней я тогда себя поймала мысли зачем мне терять больше времени если можно вот просто эффективно использовать эту всю историю я тогда встал на гвозди схватился за стул вот так вот может придерживаться так что было проще и собственно минут 6 страдал адски просто мне отряслись ноги под тек градом я вообще не знал куда сядеть я смеялся плакал хохотал истерически и все ну теперь отпускай ручки можно постоять подышать отпустил руки и меня тогда хватило я помню на 17 минут привет богдан дубай к нам присоединиться простоял 17 минут думал все никогда больше у меня всегда 2 реакции базовые либо никогда больше но следующую минуту надо попробовать следующий раз да прошло после первой практики моей минут может 15-30 мы уже попили чаю пообщались я ушел от своего друга и у меня вот пришел такое состояние легкости то есть меня ощущение самой практики догнала после нее не в процессе а после нее и я понял что это очень интересная тема которую стоит изучать которая может несмотря на свою простоту и доступность открыть очень многие горизонты я сразу же полез в интернет не знал как гуглить просто доски с глазами забил и мне там сразу предложение выкинуло как сейчас помню заказал себе первые доски это одна была такая доска готовили мне ее под запрос потому что это не было серийным производством три недели три недели я ждал потом она приехала и я вот дома начал снова практиковать да буквально где-то год я время от времени один-два раза в неделю пробовал это все дело до того момента как мои друзья это все подследили за мной в фейсбуке в инстаграме играть что затем расскажи и когда начал делиться с друзьями у меня такое исследовательский подход включился я понял что это очень интересная тема в плане воздействия на тело и не только тело человека физическое да но в то же время благодаря практике с многими людьми можно отследить некую закономерность да и в дальнейшем эти все выводы используют для того чтобы работать с человеком под его конкретный запрос почему собственно доски называется садху до садху это в индии аскеты которые да то есть изначально использовали эту технику для лежания и стояния на гвоздях то есть у них такое такая аскеза да аскеза это осознанное осознанный отказ от чего-то комфортного чаще всего два благо чего-то большего да для того чтобы высвободить энергию давайте сразу буду показывать и рассказывать у меня есть два набора гвоздей вот так они выглядят это гвозди на которых на похожих стоял я первый раз то условно десятка то есть расстояние между гвоздиками один сантиметр либо 10 миллиметров минимальный шаг это 0 8 то есть есть чуть чуть меньше и следующий шаг идет шире то есть 1 и 2 12 1 и 5 сантиметра 15 дальше идет 20 25 как вы понимаете чем шире расстояние тем больнее стоять в принципе десятки это самый оптимальный вариант для того чтобы начать и практиковать регулярно 808 так себе очень базовый уровень 12 это уже мы там и мастерски это вот я на таких стою да они чуть пошире чуть больше впирают видите расстояние чуть пошире соответственно приблизительно где-то соотношение один трем то есть минута на этих гвоздях как три минуты на десятках вот зачем собственно люди идут на гвозди да я вот первый вопрос задаю что вы хотите от этого получить чаще всего слышу что просто интересно либо где-то в интернете видели слышали читали всегда вот такая интрига была для того чтобы получить этот опыт получить какие-то острые ощущения да последнее время уже люди понимают что это не только можно вот получить в качестве экстрима и классной развлекухи но и получить некую терапевтическую пользу да об этом я сейчас более подробно расскажу то есть какое воздействие имеют гвозди на человека ну давайте сама база возьмем это уровень физического тела то есть что происходит с человеком когда он становится на гвозди вообще у меня такое наблюдение и мой личный вывод подтвержденный многими наблюдениями за людьми что сама практика трансформации начинается задолго до начала этой практики то есть практика стояния на гвоздях начинается с момента принятия решения встать на гвозди да потому что с этого момента можно считывать модели поведения человека ну то есть как он едет на встречу что с ним происходит по дороге как он на этом слушает инструктаж как он сомневается не сомневается делая первый шаг на гвозди как он потом переживает то есть по модели поведения можно сделать выводы о неких шаблонных паттернах поведения в экстремальной ситуации человека когда уже непосредственно человек встал на гвозди включается то что называется психосоматика и по телу можно считать с 95 процентной вероятностью какие-то проблемные зоны человека слабые зоны либо зоны недомогания где у него пробел во-первых на стопах наших ног на находится более 70 тысяч нервных окончаний поэтому при касании с гвоздями происходит процесс акупунктуры или акупрессуры да и то место где больше всего болит можно потом просто открыть атлас стоп человека с проекция внутренних органов и посмотреть где у вас либо зарождается проблема либо возможно же хроническая чаще всего это так во вторых когда установитесь на гвозди первое что с вами происходит это взаимодействие двух сил встречных потоков с одной стороны на вас действует гравитация то есть тело стремится соприкоснуться с землей на счет того что есть гвозди соприкосновение не происходит да и у вас такое ощущение некой левитации поскольку тело первым делом реагирует на опасность мнимую да вроде опасно для жизни но ее не происходит потому что у меня стояло люди разных весовых категорий человек даже сто семь килограмм стоял и даже самая нежная кожа стоп не прокалывается да плюс достаточно плотно расположены гвозди для того чтобы повредить ногу на если ее мерзать по гвоздям активизируется сразу же иммунная система то есть до рептильный мозг дает команду что-то происходит опасность надо выжить бои сразу возбуждаются все рецепторы активно работают надпочечники и его цель личное наблюдение если у вас легкое недомогание нету сил на себе проверено там насморк горло болит простуда на ранней стадии вот можно за один сеанс двадцатиминутный в среднем это все симптоматику снять во вторых почему называется огненная доска потому что на уровне физики выходит вместе с потом все шлаки из организма человек то есть не просто выжигаются если там на языке метафизики говорит да просто там сжигается как говорят сами садху сжигается карма это отдельный разговор к этому придем сейчас чисто по физике поговорим и вот как человек себя ведет первые минуты сразу можно отследить как человек себя ведет в нестандартных ситуациях то есть по сути в новых отношениях но за в новых бизнес проектов ситуации любого дискомфорта да то есть хочет убежать хочет выстоять любой ценой либо принимает боль пропускает через себя продолжает стоять принимая это все как реалии жизни да сразу отвечая на вопрос сколько нужно стоять вот прям не знаю материться хочется да когда вот меряется в интернете кто дольше всех простоял там кто-то пишет а 42 минуты простоял я 50 минут простояла стоял полтора часа смысла в этом нет редко кто из инструкторов говорит о смысле самой практики да и она в последнюю очередь заключается во времени которым простоял человек смысл практики самый главный это не то чтобы принять и пропустить через больно это тоже это прожить три стадии помните там отрицание торг депрессия принятия вот очень схожие то есть первая стадия это боль с болью приходится сталкиваться каждому человеку вы стоите на гвоздях вы не железный единственный момент что более тренированные люди и мастера проходят эту стадию быстрее ну я поскольку уже достаточно тренированный у меня она проходит от 10 до 30 секунд да это когда стадии очень больно хочется убежать у человека который впервые на гвоздях если он ее принимает до проходит полторы две минуты редко когда дольше бывает такое что у человека там возбужденный эмоциональный фон и тогда болевые ощущения усиливается приходится дышать стоять дольше достаточно но принципе полутора двух минут чтобы эту стадию преодолеть и здесь больше всего проявляется внутренних затыков да это уже ко второму моменту проработок подхожу до терапевтический эмоциональный гвозди работает через тело опять-таки через нашу психосоматику да от внешнего к внутреннему гвозди как экстремальная ситуация поднимают все закапсулированные эмоции в теле человека все что не было прожито выражено и закапсулирована в теле как эмоция часто под воздействием нестандартной экстремальной ситуации начинает лезть наружу да то есть как психический материал ну по своим наблюдениям скажу что были у меня разные случаи например если человек человека яркий не прожитый гнев то есть где-то моменте не выругался не высказался не разбил чашку не ударил по морде кого-то и это все лягло в тело то может проявляться по-разному чаще всего это чувство тошноты то есть человек ловит бледного да либо же люди у меня на рвоту пробивало это то есть порядке вещей либо же как пробка от шампанского начинает эта эмоция бить в голову то есть ух и человек то есть если это резко происходит просто теряет сознание я не запугиваю тут реалии жизни я много кого ловил на руки да для этого собственно один из факторов почему на первый раз нужен инструктор подготовленный который знает что делать в этой ситуации чувство гнева чувство страха чаще всего или обиды может проигрываться как желание у кого-то говорить у кого-то плакать то есть это нормально когда человек плачет я запрещаю запрещать себе эмоции вот так вот человек который приходит ко мне на гвозди говорю ты здесь для себя все что будет происходить это только для тебя и ни в коем случае нельзя заталкивать эмоции вовнутрь да то есть надо дать им выход чаще всего плачу с этим может быть связан запрос определенный чувство радости поделюсь без имен понятное дело на гвоздях девушка одна тоже пришла с запросом косвенно касался этого но с первый раз она не стала пришла во второй раз и испытала оргазм горит я с мужчина не могу в постели да а тут на гвоздях у меня скрылась куча всего там интересное наблюдение поэтому дамы имейте ввиду вот это что касается эмоционального фона третье это эффект от гвоздей да опять же это все что касается нашей головы а потому что у большинства людей живущих особенно в мегаполисах соприкасающихся с большим информационным потоком в голове болталка нон-стоп постоянный поток мыслей внутренний диалог внутренние монологи какие-то решения проблем то есть постоянно человека тянет либо в анализ прошлых ситуаций либо предвосхищение и эмоционирование по поводу того что еще не случилось всем между рацию и эмоциями где-то разбалтывается то есть либо в прошлом либо будущем момента здесь и сейчас как такового у человека крайне мало в жизни для этого есть собственной гвозди потому что первая реакция когда становишься на гвозди хочется орать и просто думаешь об этом не думаешь какой час сегодня будешь пить когда с подругой встретишься и ту ли пару обуви ты вчера себе купила в торговом центре да просто не до этого это то что вот как раз человека собирает моменте и вот многие я знаю люди которые эмоционального труда ходят на гвозди либо практикуют гвоздестояния именно для того чтобы выключить болталку из головы и собраться моменте вот поймать пресловутый здесь и сейчас офигенный эффект четвертый момент которые мы говорю это как раз то что я уже озвучил рекомендуется стоять под запрос если эта практика идет я люблю называть слово практика да потому что часто часто называют медитация на гвоздях слава сочетание меня очень убивает оксюмирон да то есть оксюмирон это что литературный прием который взаимоисключающие вещи ну там живой труп горячий снег отдых с детьми медитация на гвоздях на вот это вот туда честно само слово медитация у нас подмена понятий и вот медитация одной из них которая сейчас просто размазана в информ пространстве вообще с латыни слова медитация переводится как активное размышление если сейчас 10 человек спросить что такое медитация дадут 10 определений поэтому я всегда переспрашиваю что ты подразумеваешь под этим словом и за счет слова медитация можно очень много манипулировать да кто изучал и но ты есть там три таких показателя искажение упущение обобщения вот медитация подходит по всей из трех поэтому если я слышу это слово сразу ухо востроит чем не за ним пытаются подать поэтому практика на гвоздях под запрос вот в эфире присоединилась моя коллега маша веселова она делала как раз эфир об аскезах да собственно садху сами йоги индийские использовали гвозди именно как аскезу аскеза это что это либо возможность избавиться от чего-то то что они называют сжечь карму то что отжило вашей жизни вы приходите запросом от этого избавиться то есть на гвоздях вы через тело отстрадали отдышали через токсины в теле она вышла через психопрограммы психоматрицы вашей голове она перестроилась да за счет воздействия на вашу физику второй момент аскезы это эффект аскезы да это стоять под приобретение чего-то большего то есть вы договариваетесь сразу со своим бессознателем что для того чтобы приобрести в жизни какое-то благо какую-то плюшку я готов или готова сейчас вот пострадать на гвоздях пострадать 10 минут или 6 минут или 13 минут или 20 минут цифра у каждого своя договоренность и за счет того что вы себя ограничиваете в комфорте в данном случае да вы аккумулируете энергию для совершения некого прорыва или рака в жизни ну пример такой вы условно говоря зарабатываете тысячу условных единиц тратите не всю тысячу тратите 900 просто примерно 100 каждый раз в стороночку вот так несколько раз по 100 собрали сумму пошли купили себе iphone это вот материальный пример того как это работает на энергетическом уровне то же самое если вам нужен некий рывок жизни вам нужно накопление энергии да гвозди это один из экспресс-методов накопить на некий энергетический рывок да но это такая больше шоковая терапия больше под какие-то ваши личные запросы но я как бегун мне вот резонирует понятие спринт и марафон да и стаевская дистанция если вы хотите сделать спринт гвозди вам подойдут если вы хотите в жизни выйти на новый уровень то нужно развивать себя развивать свою энергетику в целом для этого я вас приглашаю на курс энергетика интуиция в школе алгоритм малышевского до которой преподаю там вы будете работать над собой базовый курс у нас два месяца и там вот за счет утреннего блока только вы кратчайшие сроки месяц с небольшим то я так беру в запасе когда ощутите что такое раскачанная внутренняя энергия человека которая вот позволяет преобразовывать пространство вокруг себя вопрос был у нас группе как раз сейчас ученики занимаются не мешают ли гвозди практикам и тут ответ такой был что нужно разграничивать для того чтобы поняли поняли что у вас в жизни работает какой подход какие инструменты нужно отграничивать но другого чтобы можно было объективно замерить что же вам принесло пользу в дальнейшем конечно можно использовать все речаги особенно если это быстро нужно особенно если что-то важное да но лучше конечно развивать себя в длинную и тогда вам дополнительно инструменты извне не понадобятся гвозди не всегда под рукой да вот вы у себя ваш мозг ваше тело это ваш инструмент данной природы и поэтому работая над собой уделяя внимание себе вы можете трансформировать себя реализовывать свои задачи до за счет энергии за счет моделирования вот это вам будет только плюс если по ходу вопросы появляются вы мне конечно напишите потому что я так могу болтать долго буду рассказывать лучше под ваши интересы вопрос перед эфиром был насколько это больно больно то то чего я начал то есть больно всем единственное что болевой порог у всех разный от природы у женщинам понятное дело выше я тут уже написали что вспомнила свои роды от моих историй и чаще бывает так что мужчина не может стать до приходит пара например мужчина там хватает на 20 секунд а женщина ну там пострадав полторы минутки потом стоит в долгую в качестве первые первого раза я не рекомендую стоять больше 20 минут а потому что если стоите больше 30 минут у вас начинается то что называется откат то есть вы ваши ноги будут отходить до стара намного дольше чем вы стояли на гвоздях то есть вы еще час просидите привыкая к прикосновению ваших стоп к поверхности земли такое наблюдение на будущее сейчас очень много людей знаю покупают гвозди но тоже приходили ко мне такие люди которые со своими досками и говорят я дома там не могу встать до либо хватает меня на 30 секунд и все плавит почему это происходит потому что во первых когда приходит к инструктору инструктаж очень важно человеку донести технику безопасности и указать на главные моменты во вторых взаимодействуя с человеком на гвоздях я как проводник с ним нахожусь в боли вхожу в некий резонанс то есть некое состояние транслирую я ему и первые болевые ощущения то есть помогаю распределять не то чтобы поровну но изначально пропорции там больше перевешивающие чем он может вывести сам то есть не сто процентов нагрузки человек вывозит а там начиная от 50 потом больше 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 и вот когда там уже уверенно стоит я просто где-то иду подальше и человек говорит вот когда ты отошел я почувствовал что такое боль до этого человек вышел из моего поля и то что называется по поле мастера да то есть некие через полевой резонанс я могу транслировать состояние либо уверенности либо спокойствие до человека глядя в глаза так она может успокоиться просто дольше ну мужчина такое больше там как вызов у женщин это больше как чувство поддержки на когда человека рядом видят за которым можно схватиться там расслабиться и так дальше первая стадия боль вторая стадия торги очень люблю ее проходит абсолютно все торги очень интересная стадия в нашей жизни в принципе да с одной стороны хочется сбежать потому что такое приходит сразу чертик на плече нафига тебе стоять давай уходи вон там по земле походи лучше с другой стороны на правом плече сидит ангелочек да ты же простоял три минуты это же не просто так ты можешь да и вот эти двое начинают там диалог кто кого переговорит чая-чая возьмет вторая стадия длится у всех по-разному смысл перейти все-таки в третью стадию третья стадия это полное принятие когда человек раз-то раз раз тождествляет себя со своей болью да то есть он понимает что что-то под ногами происходит но это его не выбивает из себя то есть он полностью расслаблен собран адекватно реагирует на окружающую среду может общаться может планировать шутить понятно чувствует гвозди под своими стопами ног но эта стадия неизбежно приходит опять же у кого-то на 6 кого-то на 13 как будто нужно для этого 20 минут постоять когда человек достигает третьей стадии практика состоялась ядро и и да дальше может стоять бесконечно долго впитывать дзен дышать энергии либо просто пребывать состояние этого блаженства когда контраст цветов вокруг и яркость ощущений на присутствует на вот за этим собственно идут многие на практику дальше смысла стоять нет то что 40 50 минут час не надо не надо вот готов ответить на ваши вопросы если вопросов нет чего-нибудь еще вам напишите страшно или не страшно кто испугался скажет ну его нафиг еще такое наблюдение рекомендация до спрашивают насколько часто нужно стоять мужчинам ну вообще гвозди это мужская аскеза она жесткая да если так по стихиям ориентируйтесь это вот как раз стихия воздуха поскольку у вас состояние левитации стихия огня потому что чувство жара происходит и вот две эти стихи это обе мужские стихи скажем так да поэтому мужчинам в качестве укрепления стержня рекомендуется стоять регулярно регулярно у каждого свою кто-то стоит каждый день кто-то тыбер за в неделю у меня в прошлом году была прям серия 40 дней по 9 минут да там один большой запрос понимает и какой был для женщин это как и все в этой жизни нужно делать по ощущению и по желанию женщинам я крайне не рекомендую сказал бы даже противопоказанное стоять часто время от времени чтобы расслабиться решить запросик либо сбалансировать энергию классно стоять каждый день буду говорить прямым текстом вырастут яйца в перекос может пойти мужская энергия до появляется стержень иногда даже сбивается гормональный фон как есть да поэтому да мы очень дозируйте пожалуйста это все дело не надо фанатить лучше редко но в удовольствие чтобы покайфовать прожить это все дело с пользой да потом не отгребать вот так часто буває так что выходя через свяхи я ніби залапаю ногами в них почему это зависит от первого от довжения свяхи по другому от времени зависит от времени времени вы проводите чем больше стоите тем больше и проникнение в подушечки ваших ніг у меня до речи стоял один хлопец грузин 107 кг я запамятал его на все мое життя 107 кг нацвяхав ну за законові фізики у него там дуже гарний визирунок мав виникнути на стопах але коли він зійшов у нього там просто чисто чисто на гвозди на стопах ни ямочок ни подряпи нічого так злякалась але цікаво спробувати спробуйте так краще за все мати власний досвід все що там розказують це досвід інших людей все що ви переживаєте на власному досвіді це є ваш особистий досвід і це найцінніше в житті ви можете зробити власні висновки це все буде про вас десятка десятка це ширина я маю на увазі довжина цвяхів коли підете на гвозди будете формулировать запрос делайте запрос который касается вас самих да потому что вы будете по факту своей аскезой стояния на гвоздях расплачиваться за свое желание за осуществление своего желания если оно не ваше либо вы берете его не под силу себе стоять будет крайне сложно иногда людей просто вырубают ну например человек приходит и говорит хочу миллион долларов денег таких он никогда не видел не понимаю что с ним делать да в лучшем случае он просто прострадает какое-то время на глазах то есть это будет больно так как все равно прийти в тренажерный зал не занимавшись никогда и сразу взять штангу 200 кг просто придавить да и человек приходит говорит я там хочу чтобы закончилась война хотеть он то может да но повлиять на это как единица человек личность не в состоянии да и тут человек просто падает в обмак да потому что масштаб проблемы масштаб запроса не соответствует тому ресурсу который он может дать взамен да и поэтому очень экологично лучше ставить про себя про свое ближний круг влияния то есть материальные ценности отношения здоровье там избавление от того что отжило себя самочувствие приобретение чего-то конкретного какую-то сумму денег которые там несколько крат преувеличивает ту которого там привыкли держать в руках это будет удовольствие и осуществление достаточно быстро наступает вот это техника безопасности поэтому это крайне важно окей так ну если вопросики есть еще я пока с вами если вопросов нет буду финалить сегодня один в эфире обычно у нас гости вдвоем мы в частный вмещаемся тут вам выдал информацию так чтобы вас немножко с одной стороны просветить с другой стороны предостеречь вот ошибок с третьей стороны заинтересовать этой деятельностью помните что это всего лишь инструмент да инструменты лучше всего с моей точки зрения подбирать такие которые вам экологичные простые в усвоении и дают быстрый ощутимый результат быстрый не в моменте быстрый в обозримом будущем не когда-то там потом а вот сейчас да вот гости как раз и стоит это инструмент рычаг то есть вы малыми усилиями можете достигать более значительных результатов в жизни вот это вот классный критерий при подборе инструментов у меня на сегодня все если вопросов нет я хочу вас поблагодарить что включились позадавали вопросы хоть и многочисленные эфир конечно же сохраню на этой неделе у нас еще сегодня только вторник до конца недели будут классные гости в прямых эфирах поэтому обязательно подписывайтесь на меня на канал нашего клуба приходите на обучение там у нас веселая драйвова там у нас раскачивается энергетика и многократ быстрее осуществляется наше желание в поле развития ну и конечно же идет движение и эволюция я вам желаю классной недели хорошего вечера эфир сохранил если будут вопросы или желание постоять на гвоздях пишите мне в личные сообщения пока пока спасибо спасибо